По сообщению оперативного штаба при Кабмине, до сегодняшнего дня в стране зарегистрировано более 57 тысяч заболевших COVID-19. Из них почти 45 тысяч человек вылечились. За минувшие сутки выявлено 596 новых случаев заражения инфекцией. Выздоровели 322 человека, ещё 13 скончались. В целом, ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться напряжённой. По числу заражённых лидируют Соединённые Штаты более 9 миллионов заболевших. В печальную тройку также вошли Индия и Бразилия, где выявлено более 8 и 5,5 миллионов заражённых соответственно. Частично или полные локдауны за последние две недели были введены во Франции, Испании, Германии и Британии. К введению режима карантина готовится и Италия. В частности, будет ограничено передвижение между регионами. Число заболевших в Британии продолжает расти и уже превысило миллион человек. Локдаун здесь начнётся 5 ноября и продлится до 2 декабря. С четверга закрываются все развлекательные заведения, пабы, рестораны, спортзалы, бассейны и магазины товаров не первой необходимости. Отличие от весеннего локдауна в том, что остаются открытыми школы, колледжи и вузы. В Словакии началось масштабное тестирование всех граждан старше 10 лет. В общей сложности за две недели будут протестированы 4 миллиона человек. По словам властей, в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране это единственный способ избежать общенационального локдауна. В Бельгии одной из самых пострадавших от пандемии европейских стран также введены жёсткие ограничения. Как и во Франции, здесь действует комендантский час в ночное время. Закрыты магазины не первоочерёдного значения. Тем временем, главная достопримечательность Перу – древнее поселение инков Мачу-Пикчу снова открыто для туристов после восьмимесячного перерыва, вызванного карантином. Однако в обозримом будущем ежедневная посещаемость будет ограничена. Разрешение количество туристов составит 30% от обычного потока посетителей. Если говорить об общей статистике, то заразившихся COVID-19 в мире уже превысило за 47 миллионов человек. Более 1 миллиона 200 тысяч пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались. Выздоровели более 34 миллионов.